Я знаю, что многие из вас держат вот так вот передний виз с резинкой и думают, что они прогресснут. Но это на самом деле не так. И сегодня мы разберемся, почему нельзя использовать резинку в статических элементах, таких как передний виз или горизонт, и как их можно заменить. Давайте разберемся очень быстро на базовом уровне, из чего состоит эффективность мышцы. Во-первых, это ее объем. Естественно, чем больше мышца, чем больше мышечных волокон, как белых, так и красных, тем она сильнее, тем больше вес она может держать, либо поднимать. Но то, что часто забывают, еще есть, это нейромышечная проводимость. Чем эффективнее сигнал проводится от мозга к нашей мышце, тем, естественно, мышца становится сильнее. Так вот, это как раз превалирует в наших статических элементах. Когда мы держим статику, вот эта нейромышечная проводимость, нейромышечная коннекция, да, соединение, оно играет важнейшую роль, даже важнее, чем объем мышцы. Именно поэтому, сейчас мы переходим к следующему этапу, я объясню, почему нельзя держать с резинкой и немножко порисуем. Итак, давайте на пальцах углубимся, как же работает вот эта вот нейромышечная связь и сделаем небольшой рисунок. Итак, у вас есть вот такой вот мозг, да, затем от мозга идут аксонные связи и приходят они к мышечным волокнам, нарисуем бицепс, допустим, это просто абстрактная вещь. Итак, мозг во время того, как понимает, что вам нужно совершить какую-то работу, либо удержание, формирует определенный сигнал. Он может быть большим или маленьким относительно анализа мозга, что вам нужно сделать. Допустим, если мозг понимает, что нагрузка небольшая, он формирует достаточный сигнал, маленький достаточный сигнал для того, чтобы заставить мышцу работать, для того, чтобы привести ее в действие. Если мозг понимает, что сигнал нужен больше, он формирует его больше. Никогда мозг не формирует сигнал больше, чем достаточный, потому что это не энергоэффективно, а мозг стремится подвести все по энергоэффективную, так сказать, доктрину. Итак, у нас есть мозг, у нас есть мышца и у нас есть достаточный сигнал. Что происходит, когда вы делаете виз с резинкой? Вы просто даете сигнал мозгу для того, чтобы делать этот сигнал меньше. И не важно, как долго вы держите, все равно сигнал, поступающий от мозга к мышце, будет меньше, чем достаточный для удержания вашего веса тела. И это портит все, понимаете? Лучше держать ноги согнутыми или даже держать ноги согнутыми и что-то в ногах держать. Это будет гораздо лучше для нейромышечной кондуктивности, для нейромышечной проводимости и вот вообще для создания сильной сцепки мозг, аксоны и иннервированной мышцы. Итак, мы с вами определили, почему же нельзя тренировать физические элементы с резинкой. Я надеюсь, что вам это было понятно и полезно. Парадоксально, но эмпирически доказано, что эта связь не так сильно прослеживается в динамических упражнениях, так что спокойно тренируйте подвергнение в передней висе с резиной. Итак, вы поняли, как делать не нужно. Но, как говорится, если ты критикуешь, тогда уж предлагай. И я могу вам предложить. Во-первых, вы можете сделать подводящее упражнение. Это обычная прогрессия. Но, как я уже говорил, прогрессии я не очень люблю, особенно с одной ногой. И об этом, наверное, я тоже уже сказал, либо буду говорить. Я рассчитываю на комплекс прогрессия плюс подводящее упражнение. Определите ваши слабые точки, проведите тесты. И уже конкретно в цели бейте определенными упражнениями. Все эти подводящие упражнения, тесты и прогрессии есть у меня в книге. Все очень детально разобрано. Так что, если вам интересна эта тема, если вы хотите стать профессионалом своего дела, либо хотите стать даже тренером, то обязательно ее приобретайте, она вам поможет. Но, что вы думаете вообще о таких сложных темах? Стоит ли их включать в нашу школу воркаута? Стоит ли их разжевывать? На самом деле, для меня это тоже очень сложно, потому что сложно объяснить. С одной стороны, просто для того, чтобы вы поняли. С другой стороны, правильно для того, чтобы специалисты в комментариях не начали плеваться. Надеюсь, у меня это получилось. До скорых встреч и увидимся в следующем выпуске. Ставьте лайки на канал, подписывайтесь обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok